Здравствуйте! Вашингтон готов предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру на Южном Кавказе, говорится в письме президента США Джо Байдена, адресованном президенту Азербайджану Альфаму Алиеву. Американский лидер отметил, что доработка оставшихся пунктов мирного соглашения с Арменией потребует творчества, подхода и компромисса со всех сторон. Несмотря на значительный прогресс переговоров с Арменией по мирному соглашению, самым серьезным препятствием на пути подписания окончательного мирного соглашения является сохранение территориальных претензий к Азербайджану в ряде ее правовых и политических документов, заявил глава МИД Джейхун Байрамов на встрече со спецпомощником президента США Майклом Карпентером. Глава Пентагона Луид Остин за две недели до президентских выборов в США прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это четвертый визит Остина в Украину в должности министра обороны США. Между тем, Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Нефть сохранит наибольшую долю в энергетическом балансе до 2050 года, следует из отчета World Out Outbook. В 2024 ожидаются, что в течение прогнозированного периода спрос на все основные виды топлива увеличится с 3 до 14%. Ситуацию на Южном Кавказе обсудили сегодня в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и специальный помощник президента США, гендиректор Совета национальной безопасности по Европе Майкл Карпентер. Стороны говорили о препятствиях со стороны Армении к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Президент Ильхам Алиев напомнил гостю, что инициатором мирного договора и пяти принципов, составляющих его основу, является Азербайджан. Страна поддерживает мирную повестку в регионе, но есть вопросы о намерениях Армении продвигать мирный процесс. Президент Азербайджана отметил, что Ереван направил свои последние предложения по тексту мирного договора спустя 70 дней. Также препятствием остается Конституция Армении. В ней сохраняются территориальные претензии. Азербайджаны впредь будут продолжать решительные шаги для продвижения мирного процесса на Южном Кавказе, заключил глава государства. Азербайджан и Армения добились устойчивого прогресса в заключении мирного соглашения. И Соединенные Штаты готовы поддержать прочный и достойный мир между двумя странами. Об этом говорится в письме направленным американским лидером Джо Байденом, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Мирное соглашение преобразит весь регион, открыв путь к расширению торговли, инвестиций, связей между Европой и Центральной Азией, отметил Джо Байден. Президент США в своем письме призвал Баку к подписанию мира с Ереваном в этом году и сообщил, что поручил старшему директору по Европе Майклу Карпентеру проинформировать о некоторых шагах, которые Вашингтон готов предпринять, а также получить мнение касательно дискуссий с Арменией. Между тем, текущее состояние перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией были затронуты в ходе встречи министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и спецпомощника президента Соединенных Штатов Майкла Карпентера. На встрече обсуждались и региональные вопросы, двусторонние связи между Азербайджаном и США. Было отмечено значение наращивания усилий по созданию положительной динамики в двухсторонних отношениях между Азербайджаном и США, определению перспектив дальнейшего сотрудничества. О том, как же США готовы поддержать достижение стабильного и достойного мира между Баку и Ереваном, мы поговорим с нашим гостем Эльгар Велизаде, политолог, доктор философии по экономике, к нам подключается. Добрый вечер. Здравствуйте, Эльгар. Эльгар, Байден вновь заявил, что администрация президента готова оказывать содействие процессу примирения между Азербайджаном и Арменией. Что для этого, как вы считаете, готов сделать Вашингтон? В период боевых действий, как мы знаем, Соединенные Штаты не были так активны в регионе. Да, но зато после прекращения военных действий, после 44-дневной войны, Соединенные Штаты достаточно активно включились в такую динамику, переговорную динамику, старались фасилитировать диалог между Баку и Ереваном. На определенном этапе эти усилия давали свои результаты. И, естественно, была надежда на то, что все-таки вот такая интенсивность переговорного процесса завершится подписанием мирного договора. По крайней мере, у нас такая надежда была. Однако, в последующем, к большому сожалению, ряд официальных представителей Соединенных Штатов Америки стали озвучивать фактически проармянские нарративы. Это происходило с подачи проармянских кругов в Конгрессе, в Сенате. И мы увидели, как вот эти самые усилия Соединенных Штатов практически были сведены на нет, или до минимума. Кроме того, надо сказать, что вот эта ситуация достаточно негативно отразилась и на Азербайджано-Американском диалоге. Фактически мы наблюдали в определенный период кризисные явления. И, к большому сожалению, вот эти достаточно нелицеприятные явления наблюдаются и на сегодняшний день. Поэтому в ходе бесед сегодня и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с министром странных дел Джейхумом Байрамовым, вот Майкл Карпентер фактически говорил и о улучшении динамики в Азербайджано-американских отношениях. Но это в значительной степени зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, в частности, по этому важному вопросу. И мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты и впредь придерживались такого, скажем, нейтральной позиции, беспристрастного взгляда на ситуацию, а не выступали, как это бывало не раз в последнее время, скажем, адвокатами армянской страны. Поэтому очень хочется надеяться, что в предложениях, которые привез с собой Карпентер, есть рациональное зерно, которое позволит, на самом деле, сдвинуть диалог между Баку и Ереваном, и, естественно, улучшить фон Азербайджано-американских отношений. Ну, хотя представители администрации Белого дома на словах выражают важность заключения прочного мира между Баку и Ереваном, готовность приложить для этого все усилия, в Конгрессе Соединенных Штатов инициируют опять слушания, направленные против Азербайджана. То есть получается, что на правительственном уровне США поддерживают реваншистские устремления Армении? Ну, это, видимо, такая старая практика кнута и пряника, когда, с одной стороны, звучат достаточно благожелательные заявления со стороны официальных лиц Соединенных Штатов, а с другой стороны ряд влиятельных представителей демократической партии в выборных органах, в выборном, значит, органе, демонстрируют достаточно предвзятую, прямо скажем, проармянскую позицию в этом вопросе, продвигают нарративы, армянские нарративы. Это делается с подачи армянского лобби, который активно участвует в этом процессе. И в результате мы видим, что, скажем, заявления официальных представителей Госдепа, и вот, в частности, представителей президента США, они диссонируют с тем, что происходит в кулуарах парламента, не только в кулуарах парламента, даже в кулуарах того же самого Госдепа, об этом говорил и президент нашей страны, практически давая понять, что здесь наблюдается определенная синхронность в действиях. И парламентарии, они не сами по себе, они, скорее всего, в их действиях, в какой-то степени срежиссированы также из Госдепа, но, по крайней мере, заявления ряда представителей Госдепа США дают основания так считать. С другой стороны, в том же письме, кстати говоря, если мы возьмем за основу противоречивую позицию Соединенных Штатов Америки по этому вопросу, надо сказать, также вот в этом письме, в письме президента США, есть определенные противоречия. В частности, есть такая формулировка, я хотел бы на нее обратить внимание, что заключение мирного договора завершится многовековая вражда между армянами и азербайджанцами. Какая многовековая вражда? Такое впечатление складывается, что азербайджанцы и армяне много веков жили в этом регионе, хотя неоднократно говорили о том, что, в общем-то, из факта свидетельствуют о том, что армянское население было переселено в Карабах, в окрестные регионы, по историческим меркам не так давно. И потом мы знали периоды, когда, скажем, азербайджанцы и армяне бок о бок жили друг с другом, и никакой такой многовековой, как было указано, вражды не было. Так что, видно, и здесь постарались те, кто, в общем, как-то пытаются протащить свои нарративы в эту самую нынешнюю региональную повестку. Поэтому вот эти контакты, которые, в частности, сегодня имели место, возможно, обратят внимание американской стороны на реалии, которые складываются в нашем регионе. И реалии таковы, что в новой постконфликтной повестке нужно все-таки обращать внимание на те тенденции, которые именно ведут регион к миру, ведут народа к региону к миру. Азербайджанская сторона прямо говорит о том, что если армянская сторона хочет мира устойчивого, долгосрочного, то она должна, прежде всего, провести ревизию своих законодательных актов, подзаконодательных актов Конституции на предмет соответствия международному праву. То есть они должны отказаться от территориальных претензий к Азербайджану в любой форме, в любых проявлениях. Поэтому, если вот эта линия возобладает, конечно, мир возможен. Но если кто-то попытается на нас оказать давление с тем, чтобы все осталось как прежде, а вот эти нарративы при этом возымели свое действие, это абсолютно бесперспективно, беспочвенно. И в данном случае ни о каком мире, к сожалению, вот таком устойчивом не приходится говорить. Конечно, мы не хотели бы такого развития сценария, поэтому все-таки рассчитываем на благоразумие, в частности, армянской стороны, чтобы она все-таки сделала определенные выводы и выполнила эти условия. Вот, кстати, говоря о территориальных претензиях, ведь в законодательных актах Армении еще они, опять же, и остались к Азербайджану. Вот если президент США говорит о консультациях с Арменией, компромиссах, пойдет ли Ереван вот на такой компромисс? Мне сложно сказать, что в обозримом будущем Ереван может пойти на этот компромисс. Опять же, здесь надо обрастить внимание на достаточно противоречивые заявления представителей армянской стороны, руководства Армении. В частности, Никол Пашинян неоднократно говорил о необходимости изменений в Конституции. Окей, мы все прекрасно знаем это, но когда этот процесс будет запущен, в каких формах он будет проходить, как он коснется именно тех положений, которые содержат территориальные притязания к Азербайджану, нам неизвестно. Армянская сторона отказывается это обсуждать, по крайней мере, в публичной плоскости. Называются различные сроки, в частности, по одной из версий, это срок очередных парламентских выборов в Армении, после этих выборов, якобы, возможно, изменение Конституции. Но это еще несколько лет. Складывается впечатление, что армянская сторона просто пытается выиграть время и тянет вот это самое время таким образом, чтобы подготовиться как-то в военном плане, в военно-политическом плане. Об этом, кстати, говорил в открытую и секретарь Совета безопасности Армении Григорян. Так что армянская сторона рассматривает определенные сценарии противодействия Азербайджана. Когда делаются такие заявления, к сожалению, не приходится говорить о том, что армянская сторона целенаправленно изучает перспективы мирной повестки. Мне кажется, что все-таки больше это связано с имитацией мирного процесса и желанием продемонстрировать свою миролюбивую позицию, не более того. Хорошо, спасибо большое за ваш комментарий. Напомню, к нам подключался Ильгар Виллиев, политолог, доктор философии по экономике. 21 октября 2020 года, в 25-й день 44-дневной войны, азербайджанская армия освободила от оккупации множество сел. В этот день также запомнился уничтожением вооруженными силами Азербайджана большого количества боеприпасов и живой силы, а также техники противника. 21 октября 2020 года, 25-й день войны. Азербайджанская армия сохраняет полное преимущество над вооруженными силами Армении, освобождая оккупированные территории и нанося большие потери противнику. В этот день президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана поделился в соцсети Twitter информацией об освобождении от оккупации поселка Миндживан и 13-ти сел Заниланского района. Также сообщалось об освобождении от оккупации сел Гиджагезлю, Ашагы, Сейдахмедли, Зергер, Физулинского района, сел Бальянд, Папы, Тулуз, Гаджилы, Цинли, Джабраилского района. 21 октября 2020 года президент Ирхам Алиев также дал интервью японской газете «Ники». Глава государства заявил, что после того, как Азербайджан вернет себе контроль над Карабахом, безопасность и права армян, проживающих в этом регионе, будут полностью обеспечены. В течение активной фазы этого конфликта я уже неоднократно заявлял в связи с этим, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются нашими гражданами. Их безопасность, права будут полностью обеспечены так же, как и права других граждан Азербайджана. Могу вам сказать, что в отличие от Армении, где в настоящее время нет азербайджанцев, сегодня в нашей стране проживают тысячи людей армянского происхождения, а 99% населения Армении являются этническими армянами. Таким образом, там не может жить и остаться в живых ни один представитель национального меньшинства. Они изгнали с территории нынешней республики Армения представителей всех, некогда проживающих там наций. Самой большой общиной были азербайджанцы. В начале 20 века 70% населения города Иреван составляли азербайджанцы. Армяне разрушили все наши исторические, религиозные памятники. Они стерли следы азербайджанской культуры не только в Иреване, но и во многих других регионах Армении. Кстати, созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская демократическая республика, к сожалению, 29 мая приняла решение. И это была большая ошибка, которой нет оправдания о передаче Армении и Иревана в качестве столицы. Таким образом, они разрушили все наши религиозные и культурные наследия. Они разрушили наши мечети, памятники. А здесь, в центре в Баку, есть армянская церковь, где хранится очень много армянских книг. Сегодня в Баку и других регионах Азербайджана проживают большое число – тысячи армян. 21 октября 2020 года Миноборона Азербайджана сообщила о ликвидации начальника артиллерии, командира дивизиона и командира батальона армянских вооруженных сил, уничтожении батальона 556-го полка армянской армии. В этот день был уничтожен также очередной армянский БПЛА, а также обнародована видеозапись, брошенной армянскими частями на поле боя военной техники. Далее подразделения противовоздушной обороны Азербайджана обнаружили и уничтожили еще три тактических БПЛА вооруженных сил Армении. Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление, в котором призывает семьи пропавших без вести лиц, а также граждан, обладающих информацией о пропавших, срочно обратиться в рабочую группу для предоставления необходимой информации о образцах ДНК. В заявлении отмечается, что после победы Азербайджана в Отечественной войне был проведен анализ многочисленных обращений, поступивших в комиссию и соответствующие госучреждения по поводу военнопленных, граждан, заложников и пропавших без вести. Этот анализ показал, что в результате войны агрессии Армении против Азербайджана среди лиц, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, остались семьи, которые до сих пор не обратились в комиссию для официальной регистрации своих родственников. В связи с этим комиссия просит тех, кто не зарегистрировал своих пропавших без вести родственников и не предоставил образцы ДНК, как можно скорее сделать это, чтобы ускорить процесс идентификации и получения информации о пропавших. В Баку проходит семинар для журналистов на тему понимания и анализ отчетов ЕСД. Мероприятие организовано оперативной компанией КОП-29 совместно с крупнейшим мировым производителем безалкогольных напитков Кока-Кола. Основная цель – рассказать и показать, как правильно разбирать отчеты об экологическом, социальном и корпоративном управлении, предоставляемой компаниями. Кроме того, представителям медиа будет предоставлена последняя информация о подготовительных работах КОП-29. «Наша цель и основное намерение сегодняшнего мероприятия – подготовить местных представителей СМИ, которые подали заявку на аккредитацию, чтобы предстоящая конференция КОП-29 была эффективной и результативной во всех аспектах. Конечно, на нас лежит большая ответственность в этом вопросе. Я хотела бы, чтобы в эти дни результаты всех глобальных исследований были общедоступны, а СМИ играли ключевую роль в освещении события. Представители средств массовой информации будут активно вовлечены в процессы, и образовательные программы для них занимают важное место в нашей стратегии». «Как известно, корпорация Кока-Кола будет участвовать в ряде мероприятий, посвящённых сокращению пластиковых отходов, которые будут проводиться в рамках КОП-29. Кока-Кола является одной из компаний, реализующих стратегию в этой области, и мы надеемся, что в результате этих обсуждений будут достигнуты практические результаты». «Необходимо, чтобы между частным сектором и государством было налажено эффективное сотрудничество, потому что проблема, с которой мы сталкиваемся, огромная, и ни отдельные государства, ни отдельные компании в одиночку не справятся с ней. Нам нужно объединить силы. Для достижения хороших результатов и дальнейшего поддержания положительной динамики мы должны объединить усилия частного сектора и государственных органов». Секретариат Всемирной торговой организации поддержит мероприятие, посвящённое торговле в рамках КОП-29 в Баку. Азербайджан, председательствующий на конференции совместно с Международной торговой палатой и Международным торговым центром Организации объединённых наций по торговле и развитию ВТО, организует 14 ноября день климатического финансирования инвестиций и торговли. При поддержке правительства страны и секретариат ВТО и его партнёры разместят павильоны торгово-инвестиционного дома как в голубой, так и в зелёной зонах. Это позволит зарегистрированным участникам и широкой общественности обсуждать важные вопросы на стыке торговли, инвестиций и борьбы с изменением климата. Будут организованы специальные соответствующие сессии. Генеральный директор ВТО Нгози Аконджейвелла примет участие в саммите мировых лидеров и других мероприятиях высокого уровня в Доме торговли и инвестиций. Создание платформы мозговых центров Азербайджана – важный шаг для укрепления имиджа страны на международной арене. Платформа объединяет ведущие исследовательские структуры, чья деятельность способствует продвижению национальных интересов, усилению дипломатических позиций и формированию экспертного мнения на глобальном уровне. Данный проект помогает не только укреплять внутреннюю политику, но и выстраивать эффективные коммуникации с зарубежными коллегами. Южно-Кавказский регион никогда в своей истории не был настолько зависим от Баку, как сейчас. Об этом заявил депутат парламента Азербайджана, председатель правления Центра социальных исследований Захид Оруч, на мероприятии, посвящённом презентации платформы мозговых центров Азербайджана и её интернет-портала. По его словам, сегодня Азербайджан становится важным игроком на международной арене, где вопросы мира и безопасности выходят на первый план. Дипломат также отметил, что Азербайджан готов распространить этот опыт не только в нашем регионе, но и по всему миру, включая инициативы, связанные с климатом. Регион Южного Кавказа никогда в своей истории не был настолько зависим от Баку, как сейчас. Последний дипломатический манёвр вокруг Карабахской войны также произошёл на международной арене мозговых центров. На Мюнхенской конференции по безопасности президент Ильхам Алиев не только одержал победу над армянским премьером, но и сумел продемонстрировать миру легитимность будущих военных операций. В ходе мероприятия было отмечено, что для государства крайне важно наличие мозговых центров, способных выйти на международную арену. Как отметил заведующий сектором администрации президента Фуада Ахундов, деятельность данной платформы мозговых центров несёт значительный вклад в развитие этой сферы в Азербайджане. Он также подчеркнул, что в течение 44-дневной войны против Азербайджана велась масштабная информационная кампания с использованием зарубежных медиаресурсов. Господин президент в течение 44-дневной войны практически каждый день давал интервью, в том числе и тем средствам массовой информации, которые к нам недружественны. И, как вы знаете, мы выиграли информационную войну. Я хотел бы, чтобы наши мозговые центры поддерживали связь даже с теми СМИ, которые к нам негативно настроены, вступали в дискуссии, а если потребуется, приглашали их в Баку. Платформа мозговых центров представляет собой сеть исследовательских центров в Азербайджанах, специализирующихся на политике, экономике и других значимых областях. Основной целью создания платформы является стимулирование деятельности мозговых центров, организация их работы в соответствии с современными требованиями, установление регулярной коммуникации и сотрудничества между государственными органами и мозговыми центрами, а также повышение их узнаваемости в медиа и социальных сетях. Платформа также направлена на улучшение и координацию коммуникации и сотрудничество между лицами, принимающими решения, мозговыми центрами и научными кругами. Сегодня в мероприятии участвуют восемь организаций. Мы обсудили ряд целей. В первую очередь, мы говорили о поддержке курса и внешней политики азербайджанского государства. Платформа также предназначена для продвижения исследований любой организации, привлечения грантов и финансовых средств, их распределения и координации. Платформа станет площадкой для привлечения зарубежных экспертов к исследованию угроз для внешней политики Азербайджана. К нам регулярно поступают запросы из-за рубежа, связанные с Азербайджаном. Теперь мы будем получать их посредством единой платформы. «С помощью данной платформы ведущие мозговые центры могут обсуждать важные вызовы, стоящие перед Азербайджаном, и формировать научно обоснованные предложения и рекомендации. В ходе презентации интернет-портала «Платформа мозговых центров» были обсуждены роль этих центров в обществе, их сотрудничество с зарубежными мозговыми центрами, а также политические и экономические вопросы». Бриллиант Исламова, Рамиз Меришли, Си-Би-Си. Глава МИДа Украины Андрей Сибига посетил с официальным визитом Турцию. В Анкаре он провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. По итогам переговоров стороны провели совместную пресс-конференцию. Все подробности у нашего коллеги из Турции. Турал Асади. Турал, добрый вечер. Все-таки какие темы были подняты в ходе встреч глав МИД? Добрый вечер, Талей. Данная встреча, безусловно, является как с точки зрения достижения мира и стабильности в регионе, в целом продвижение по теме дипломатических переговоров между Россией и Украиной, так и в целом по двусторонним отношениям между Анкарой и Киевом. В рамках пресс-конференции министра космоса рядом важных тем. С темой номер один, конечно же, была война в Украине. Здесь старания, шаги Турции в этом направлении были отмечены, высоко оценены также украинской стороной в лице главы МИД Украины Андреем Сибигой. И, конечно же, как Анфидан, говоря об официальной позиции Анкары по данному вопросу, в первую очередь заявил о том, что официальная Анкара всячески поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и подчеркнул, что Турция не свернет с этого пути и помощь со стороны Анкары, все на что она способна в вопросе дипломатической поддержки, гуманитарной поддержки, и в целом в период послевоенной в плане восстановления и реконструкции страны Анкара сделает все, что в ее руках. И, конечно же, здесь в первую очередь на данный момент идет речь о восстановлении переговорного процесса между Москвой и Киевом. Хакан Фидан здесь тоже напомнил о том, что на территории Турции, в Стамбуле, Анкаре и Анталии делегации России и Украины несколько раз встречались, проводили переговоры и было отмечено некое продвижение по данному направлению. Но, к сожалению, затем стороны отошли от переговорного процесса и, как известно, продолжаются боевые действия на территории Украины. И также было отмечено, что Турция продолжит свои усилия в направлении доставки гуманитарной помощи Украине. Также особо было подчеркнуто, что на сегодняшний день двусторонние отношения между Киевом и Анкарой на высоком уровне, несмотря на продолжающуюся войну в стране, а также сотрудничество в оборонной промышленности также продолжается, подписываются новые документы, и в том числе торговля продолжает вестись между двумя странами. Недавно турецкий парламент утвердил закон о свободной торговле между Турцией и Украиной, который был подписан в 2011 году. И тем самым, как Анкидан, говоря на эти темы, вновь подчеркнул, что Анкара продолжит свою поддержку этой стране. И официальная позиция Анкары в том числе заключается в том, что ряд стран заинтересованы в продолжении войны в Украине, и из-за этого усилий Турции недостаточно для того, чтобы достичь окончательного и всеобъемлющего мира в Украине. Тем не менее, по его словам, Турция продолжит в этом направлении свои усилия. Андрей Сибига также в свою очередь поблагодарил турецкую сторону за проявленную, за оказанную поддержку и дипломатическую, и гуманитарную, и политическую. В целом он говорил также о состоянии положения дел по направлению двусторонних отношений. В целом здесь была затронута важность фактора крымских татар, о которых, как Анкидан также говорил, было подчеркнуто, что они являются важным звеном в украинской социально-общественной политической жизни. И турецкая сторона продолжит свои усилия для того, чтобы облегчить их жизнь и вывести из российского плена тех крымских татар, которые до сих пор остаются там. И Сибига об этом говорил, и Фидан особо подчеркнул этот момент. Сибига также поблагодарил за проявленную помощь в этом направлении турецкую сторону. И в частности, стороны как раз-таки говорили о процессе обмена военнопленными между Украиной и Россией. Известно, что в ходе визита в прошлом году украинского лидера в Турцию был осуществлен обмен военнопленными, и параллельно украинской стороне были переданы командиры батальона Азов-Стали. Это было высоко оценивано с украинской стороны. И в целом также отмечу, что Андрей Сибига, в ходе встречи со своим турецким коллегой, передал ему, вернее рассказал о плане победы Киева, и подчеркнул, что данный план не является альтернативой мирному плану Украины, а является лишь дополнением и инструментом для достижения этой цели мирного плана. И подчеркнул важность осуществления этого плана. В целом, министры говорили на данной теме, двусторонняя повестка, политическое и экономическое содействие Турецкой Республики для развития Украины и послевоенного восстановления, а также поддержка украинской стороны, Турции в плане дипломатии и политики. И вновь была озвучена поддержка официальной Анкары, сурденитету и территориальной целостности Украины. Спасибо за подробности. Турал-садик нам подключался из Турции. США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Осин, находясь в Киеве с необъявленным визитом. По его словам, в новый пакет войдут боеприпасы, военные техники и вооружения для Украины. Таким образом, общий объем помощи Вашингтона Киеву с начала войны превысил 59 миллиардов долларов. Глава Пентагона уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 425 миллионов долларов, в которые вошли боеприпасы класса воздух-земля и бронетехника. Также Соединенные Штаты пообещали в ближайшие месяцы поставить Киеву сотни ракет для ПВО, десятки тактических систем противовоздушной обороны, артиллерию и снаряды к ней. В Тбилиси состоялась конференция на тему обмен информации между грузинскими и азербайджанскими НПО по вопросам гражданского участия. Участники мероприятия обсудили историческое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном, влияние внешних факторов на внутреннюю политику этих стран, а также важность совместной работы неправительственных организаций для защиты национальных интересов. Уровень состояния сотрудничества между Азербайджаном и Грузией является примером для всего Кавказа, заявил председатель правления национального форума НПО Азербайджана Рамиль Скендерли на состоявшейся в Тбилиси конференции, посвященной обмену информации между неправительственными организациями двух стран. Мероприятие состоялось по инициативе национального форума НПО Азербайджана. Искендерли подчеркнул, что дружественные отношения между Баку и Тбилиси не всем по душе, как в регионе, так и за его пределами. Они вызывают обеспокоенность некоторых внешних сил. Однако, несмотря на это, обе страны продолжают проводить независимую политику. «Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что между Азербайджаном и Грузией осуществляется взаимовыгодное взаимодействие, которое может служить истинным примером регионального сотрудничества. Отношения стратегического партнерства между двумя странами постоянно обогащаются новыми качественными характеристиками. Оба государства поддерживают друг друга в трудные времена, и это сотрудничество остаётся примером на Кавказе в целом. И в этой связи важна совместная кооперация наших НПО в защите национальных интересов». Участники конференции обратили особое внимание на давление, оказываемое Западом на Грузию и Азербайджан. Были отмечены важность сотрудничества неправительственных организаций двух стран в вопросе защиты национальных интересов и необходимость укрепления такого взаимодействия. Кроме того, на конференции обсуждалось участие грузинских НПО в деятельности коалиции неправительственных организаций в рамках предстоящего в Баку Международного климатического саммита КОП-29. Было отмечено, что своё участие уже подтвердили около 350 неправительственных организаций из 72 стран. Переду Немалиева, Ханлар Мехтиев, Си-Би-Си. Между тем, в преддверии парламентских выборов в Грузии заметно усиливается внешнее влияние, направленное на изменение политического курса страны. Западные игроки, в частности США, демонстрируют активные попытки вмешательства во внутренние дела, что вызывает обеспокоенность возможными сценариями после голосования. Стратегии давления включают как информационные кампании, так и поддержку оппозиционных движений, что ставит под вопрос стабильность политической системы в ближайшем будущем. На фоне подготовки Грузии к парламентским выборам всё больше проявляется вмешательство с Западом, в частности США, во внутренние дела страны. Вашингтон активно использует проверенные технологии так называемых цветных революций, чтобы повлиять на политический ландшафт Грузии. Подготовка к возможной конфронтации после выборов уже видна в различных формах – от медийной кампании до прямого давления на правящую партию «Грузинская мечта». США, не скрывая своих намерений, стремятся ослабить позиции нынешней власти в Грузии, которая не преклоняется перед западными установками и проводит независимую политику, основанную на национальных интересах. Вашингтон видит грузинскую мечту как преграду для внедрения своих ценностей и геополитических целей в регионе. Это стало очевидным после того, как Тбилиси не поддержал западные санкции против России и сохраняет определенную дистанцию в вопросах, связанных с военным сотрудничеством с НАТО. «Наше единство позволяет нам преодолевать любые внешние и внутренние вызовы. Предстоящие выборы должны показать миру, что мы остаемся суверенным народом, который самостоятельно определяет свое будущее без вмешательства иностранных сил. Мы должны добиться конституционного большинства, чтобы защитить Грузию от внешнего вмешательства и сохранить стабильность, которую мы достигли за последние 12 лет». Вмешательство Запада проявляется не только в политическом давлении, но и в подготовке протестных движений и оппозиционных сил, которые могут активизироваться после выборов, если результаты не будут совпадать с ожиданиями Вашингтона. Так называемые независимые организации, поддерживаемые из-за рубежа, уже готовят почву для дестабилизации обстановки. Главной целью этого является смена власти и продвижение более лояльных к Западу политических сил. Оппозиция, поддерживаемая западными структурами, активно наращивает критику правящей партии, обвиняя ее в дрейфе от западных ценностей и сближений с Россией. Этот нарратив навязывается через СМИ и общественные организации, напрямую финансируемые из западных источников. По сути, речь идет о попытке подорвать легитимность правящей партии и подготовить общественное мнение к протестам и нестабильности после выборов. Сегодня мы вновь сталкиваемся с попытками внешних сил вмешиваться во внутренние дела Грузии. Эти силы, поддерживающие радикальную оппозицию, стремятся подорвать стабильность в стране и продвинуть свои чуждые нам ценности. Но наша сила в единстве, и мы не позволим внешним акторам управлять нашим будущим. Поддержка западом оппозиционных сил, протестных движений и информационные атаки на правящую партию создают риск раскола общества. В стране уже сложилась неоднозначная ситуация, при которой одна часть населения поддерживает независимую политику правительства, а другая все больше склоняется к западным нарративам, представляющим Грузию как отклоняющуюся от демократических стандартов страну. Продолжение такого давления может спровоцировать серьезные политические кризисы, ослабив государственные институты и подготовив почву для смены власти через уличные протесты. В этой ситуации ключевой вызов для Грузии – защитить свою политическую независимость и не позволить внешним силам подменить национальные решения иностранными интересами. В противном случае страна может столкнуться с глубокой дестабилизацией и потерей самостоятельного курса на международной арене. Фарид Аделов, CBC И другим темам. Система обмена платежными сообщениями между государствами-членами БРИКС будет основана на блокчейн-технологиях. Как отметил министр финансов России Антон Силуанов в интервью, это новшество подчеркивает стремление стран-участниц организации к более эффективному, прозрачному и безопасному финансовому взаимодействию, что особенно актуально в условиях глобальных экономических вызовов. Обсуждение вопросов создания данной платежной системы запланировано на предстоящем саммите БРИКС в Казани. И этот шаг может существенно укрепить экономические связи и сотрудничество между участниками, способствуя взаимным инвестициям и торговле. Видим необходимости создания и междепозитарных взаимоотношений между нашими странами с тем, чтобы инвесторы могли вкладывать деньги беспрепятственно, с тем, чтобы работали системы междепозитарного взаимодействия между участниками БРИКС. Причем тоже это предлагается сделать на базе блокчейнских технологий, современных технологий. Это будет шаг вперед по сравнению с действующими системами междепозитарных учетов и расчетов. Эксперты из США и Китая собрались на 16-м Американно-Китайском саммите по зеленой энергетике, чтобы найти точки соприкосновения в борьбе с изменением климата. На мероприятии, проходившем в Стэнфордском университете в Калифорнии, участники пришли к единому мнению, что принятие мер по борьбе с изменением климата больше нельзя откладывать. Организаторы собрали вместе американских и китайских экспертов из разных отраслей, чтобы найти решения и партнерские отношения для декарбонизации экономики. «У нас мало времени, поэтому мы должны предпринять быстрые действия. Значит, нам нужно найти правильный подход. Вот почему я пытался подойти к этому с технологической стороны, со стороны инвестиционного сектора, со стороны бизнеса, а затем со стороны политики. Эти четыре сектора должны работать вместе. Как я уже сказал, подобно автомобилю с четырьмя колесами, мы должны двигаться вперед с одинаковой скоростью». Стивен Чу, нобелевский лауреат и бывший министр энергетики США, отметил, что климат Земли теплеет быстрее, чем предполагалось. И к 2100 году температура на Земле поднимется на 3 градуса Цельсия. Творческие решения были в центре внимания участников саммита. И бывший кандидат в президенты США, и технологический инвестор Том Стайер поделился своим видением по этому вопросу. По его словам, США и Китай действительно являются крупнейшими в мире эмитентами углекислого газа, но они также являются крупнейшими инвесторами в решении глобальных проблем. «Нам нужна новая промышленная революция. Мы должны декарбонизировать все, не только электричество и транспорт, но и способы производства материалов. От бетона и цемента до стали, пластмассы, химикатов и всего прочего. Это огромное количество углерода. Что бы я хотел увидеть в будущем, что, по моему мнению, станет толчком к решению этой проблемы, так это китайское и американское соглашение об измерении, информация, которую мы вместе признаем. Мы измеряем уровень выбросов. Мы договариваемся вместе». Нефть сохранит наибольшую долю в энергетическом балансе до 2050 года. Это следует из отчета World Oil Outlook. Организация стран экспортеров нефти поделилась на платформе X своими ожиданиями, которые нашли отражение в отчете, согласно которым в течение прогнозируемого периода спрос на все основные виды топлива увеличится. Согласно прогнозу, доля возобновляемых источников энергии, в основном солнечной, ветровой и геотермальной в мировом энергетическом балансе увеличится с 3,2% в 2023 году до 14% в 2050. В Баку состоялась вторая отчетно-выборная конференция платформы азербайджанских студентов и выпускников АСАП, что представляет собой сеть, объединяющая азербайджанских студентов и выпускников зарубежных вузов, поддерживает их личную, профессиональную, образовательную и общественную деятельность, обеспечивает их интеграцию в зарубежные сообщества. Основная миссия платформы – достойное представление Азербайджана на международном уровне, предоставление молодежи необходимых знаний и обучение навыкам для повышения ее положительного влияния на зарубежное сообщество. По итогам отчетно-выборной конференции участники единогласно избрали председателем АСАП Милану Мир Фейзу Лазате. АСАП собрала активные молодежные делегации в разных странах, чтобы способствовать нашему международному представительству. Число таких представительств составляет 11, и компания продолжает свою деятельность в таких странах, как Турция, Германия, США, Венгрия, Польша, Австрия и Нидерланды. С августа 2023 года по настоящее время АСАП реализовала более 500 проектов и мероприятий, в которых были задействованы более 60 тысяч молодых людей из 39 стран. Сегодня одним из главных приоритетов в стране является наличие возможностей получения образования за рубежом. АСАП собрал под своей эгидой азербайджанских студентов и следит за тем, чтобы правда нашей стране доносилась до мира. Это был вечерний выпуск новостей. А с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.